В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Восемь лет колонии общего режима в пятницу вынесли приговор создателю финансовой пирамиды Юлии Жильцовой. Напомню, жертвами мошенницы стали более сотни человек. По версии следствия, она организовала две компании – Гелиос и Тиферет, которые обещали жителям высокие проценты по вкладам. Ставка могла составить 75%. Когда обман раскрыли, выяснилось, большинство пострадавших – пенсионеры. Ранее наш телеканал снимал передачу про мошенников. Тогда финансовая пирамида еще работала. Спустя три дня после визита наших корреспондентов офисы опечатали. Снятые журналистами материалы приобщили к делу. Новый виток в громком деле Харитона Горячкина, который год назад избил до смерти свою трехлетнюю падчерицу. Вина в трагедии, возможно, лежит и на инспекторе по делам несовершеннолетних Ирине Маланчук. Именно она, по версии следствия, не забрала девочку из семьи, где ей угрожала опасность. В январе прошлого года врачи больницы Середавина сообщили в полицию, что к ним поступила трехлетняя девочка с кровавыми ранами и синяками на лице. В семью ребенка инспектор наведалась только спустя пять дней. По материалам дела матери девочки дома не было. Тогда Маланчук сама составила протокол ее опроса и попросила сожителя женщины Харитона Горячкина расписаться в нем. После этого, не проведя осмотр социальных условий, в которых проживал ребенок, не забрав его из семьи, где ему угрожала опасность, она вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А через несколько дней девочка умерла от полученных телесных повреждений в больнице. В убийстве девочки суд признал виновным Харитона Горячкина. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Инспектора Ирину Маланчук уволили из полиции в декабре прошлого года. Сейчас ее обвиняют в халатности и служебном подлоге. Мелкое ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина обернулось комедией. Пьяный пассажир пытался выхватить жезл у инспектора ГАИ, чтобы хоть как-то отвлечь полицейского от своего брата, который, будучи нетрезвым, сидел за рулем. Подробности в нашем сюжете. В тот вечер нетрезвый пассажир легковушки, попавший в ДТП, пустил в ход все свое обаяние. Мужчину сняли на видео у корреспондента портала «Волга-Ньюз». Чтобы отвести удар от своего брата Сергея, который в момент аварии сидел за рулем, Артем пытается обнять инспектора ГИБДД и отобрать у него жезл. Убедившись, что полицейский находится не в столь же игривом настроении, решает взять на себя ответственную миссию защитника порядка. Мужчина то и дело выбегает на проезжую часть и рвется останавливать нарушителей. Когда понимает, что его стремление никто не оценил, обижается и обвиняет полицейских в коррупции. Давайте я вам посмотрю. Вот смотрите, у него трубочка находится, вот смотрите, у него трубочка находится вон там. И когда он сует ее в это, как вам сказать, вам сказать, вот, открывает окно, он сует ее туда и говорит, суйте, и туда суют деньги. Хронику событий полицейские восстанавливают легко. Водитель Рено, подъезжая к перекрестку улиц Авроры и Гагарина, задел стоящий на светофоре автомобиль Киа. По словам братьев, один из которых стал виновником аварии, они дальнобойщики. Возвращались домой, мол, Сергей водитель опытный и спровоцировать ДТП никак не мог. Говорят, Киа стояла на светофоре, въехала в них сама. Но, как выяснилось, братья дальнобойщики – давние знакомые инспекторов. Три года назад они уже лишали одного из них водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования. Ну, сейчас было лишено их правоуправления. Сейчас, не знаю, сейчас согласиться, наверное, с середины или отказ от его права. Лишение прав дальнобойщика Сергея не остановило. Даже после этого он дважды попадался полицейским на дороге. Уголовная ответственность и обязательные работы, которые ему тогда назначили, не помогли. И мужчина вновь сел за руль пьяным. Медицинское освидетельство, вы согласны проходить или отказываться? Пока полицейские оформляли документы, неутомимый пассажир Рено не унимался. Предлагал корреспондентам тайком отогнать машину во двор. Но, нарвавшись на отказ, пригласил на танец. В результате домой горе-братьям пришлось отправляться без автомобиля. Почему в очередной раз сел за руль пьяным, водитель французской иномарки теперь будет объяснять в суде. Банда наркоторговцев предстанет перед судом. В Самаре завершено предварительное следствие по уголовному делу об организации преступного сообщества. Почти два года девять жителей областной столицы распространяли синтетические наркотики. Организовал бизнес 25-летний молодой человек, который потом привлек еще восьмерых подельников. Продавали опасные зелии через интернет-ресурсы, используя кодовые слова. Деньги наркоторговцам также переводили электронным путем. Передавали товар покупателям с помощью закладок в домах, во дворах, в досточных трубах. В общей сложности сбыть таким образом удалось более трех килограммов наркотиков. А незаконный доход составил не менее 11 миллионов рублей. Частично участники преступного сообщества признали свою вину. Организатору банды может грозить до 20 лет лишения свободы. Участникам до 10. Распространение наркотических средств – это синтетические наркотики, так называемые спайсы, осуществлялось через сеть интернет. Наркотики приобретались тоже через интернет. Осуществлялась их как бы расфасовка в арендованном в городе Тольятти помещении склада гаража. Родители самарских подростков бьют тревогу. Социальные сети заполонили сообщения о группах смерти, которые вовлекают подростков в опасную игру, где финалом должен стать суицид. Тема получила резонанс по всей стране. СМИ сообщают о попытках самоубийства среди подростков, которые состояли в этих группах. В прошлом году на самарские телефоны доверия поступило 65 так называемых суицидальных звонков, в два раза больше, чем в предыдущие годы. Родители напуганы и не знают, чему верить и как уберечь детей. Ответы на эти вопросы искала Олеся Корецкая. Сообщения о группах смерти в социальных сетях разлетелись со скоростью света. Под подозрение попали сообщества с необычными названиями, образами животных, странными хэштегами и печальной музыкой, которые вовлекают детей в опасные игры и финалом должен стать суицид. Примерно десятая часть участников этих групп – подростки из Самары. В самарских школах панику не поднимают, но родители все же предупредили. Провели собрания, рассказывает мама первоклассницы Ольга Павлова. Это говорит только о том, что эта информация является достоверной. И лишний раз обратить внимание на то, чем увлекается ребенок, чем он занимается, какие у него хэштеги в соцсетях, какие он завел страницы, мне кажется, каждому будет не лишним. Организатора главной смертельной группы, с которой все и началось, студента Филиппа Будейкина по прозвищу Лис, уже задержали в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в подстрекательстве к 15-ти суицидам, сообщает Следственный комитет. В социальных сетях мониторинг сообществ и видеороликов проводятся каждый день. Так называемые группы смерти под пристальным вниманием правоохранительных органов. Роспотребнадзор и Роскомнадзор каждый год блокируют тысячи подозрительных страниц. Мы проводим ежедневный мониторинг социальных групп, конечно, видим, но к нам какие-либо заявления, обращения от родственников, либо от воспитателей, либо от других лиц о том, что их дети, возможно, стоят в данной группе, не поступало. По статистике, количество самоубийств среди подростков за последние полгода не выросло, а даже идет на спад. Но вот суицидальное настроение среди подростков – явление нередкое. Только за 16-й год на единый детский телефон доверия поступило 8 тысяч суицидальных звонков от детей и их обеспокоенных родителей. То есть это достаточно высокая цифра, и вы знаете, что Россия занимает одно из первых мест вообще по подростковым суицидам. Поэтому, конечно, нам всем взрослым надо быть очень внимательным к тому, что происходит с детьми. В группы смерти чаще всего вступают подростки, у которых недоверительные отношения с родителями. Психологи уверены – ажиотаж в интернете только усиливает напряжение между родителями и детьми и вредит их отношениям. Я думаю, что в данном случае затаскивают взрослых родителей в такой истерический диалог с собственными детьми. И здесь еще есть очень важный момент – это тема – любовь и смерть. В этом возрасте она очень тревожна, а родители на эту тему разговаривать не очень умеют. Родителям советуют быть внимательными, следить за настроением ребенка, интересоваться его жизнью и увлечениями. Остановить смертоносные манипуляции с детьми можно только совместными усилиями родителей, педагогов и правоохранительных органов. Попытка эвакуировать автомобиль, который, возможно, нарушил правила парковки, обернулась ДТП. Все случилось в пятницу вечером на улице Куйбышева. Происшествие на камеру сняли очевидцы. По их словам, легковушка, которую пытался погрузить эвакуатор, сорвалась с креплений и повисла на одном из них, предварительно ударившись о землю. У машины, как говорят очевидцы, повреждены колесо и фара. Немалыми усилиями автомобиль удалось спустить на землю. Ущерб устанавливается. На этом у нас все. Вы смотрели «Соскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!